привет всем друзья вы вновь на своем любимом канале дискусс кристалл где говорится о аквариумной рыбе и все что связано с аквариумистикой ну и не только поэтому если вам важны общения на моем канале то пожалуйста общайтесь вам будут даны ответы квалифицированными профессиональными аквариумистами ну и я иногда буду чем-то вам помогать а теперь к новой теме этот видеоролик сегодня направлен на то чтобы объяснить потенциальным покупателям дискуссов которые хотят купить в моей разводни и малька либо взрослую рыбу и хочу пояснить почему я делаю этот ролик очень много покупателей приходит и обращается ко мне именно с youtube канала и поглядев мои ролики на мою рыбу они обращаются на ватсап и просят что-то еще до снять что-то еще показать ну и я не могу понять просто честно говоря ясное дело что я не профессиональный оператор может быть как-то не так снимаю не в том ракурсе но прошу за это строго не судить я только учусь пытаюсь улучшить качество и звука и изображение для этого я много усилий закладываю и сегодня я попытаюсь что-то вам снять и показать почему я не показываю не снимаю на ватсап объясню на ватсапе не то качество как по-настоящему выглядит рыба поэтому многие покупатели приезжая ко мне за рыбой глядят и говорят что на его намного красивее и поэтому некоторые покупатели получив видео от меня с телефона ну не звонят больше там куда-то пропадают и дело совсем не в цене потому как я перезваниваю потом некоторым я это делал да и все-таки просил приехать и посмотреть приезжали и с удовольствием покупали и вот именно они и говорили что качество не то поэтому и показалось что-то не то поэтому я больше на ватсап не снимаю не показываю и постараюсь вот сейчас что-то вам заснять сегодня так комментировать я рыбу не буду включу музычку легкую будете смотреть сами оценивать качество я не буду говорить что она там у меня далека от совершенства там или смотрите сами оценивайте сами сегодня у нас будет мясной рацион кормить рыбу червями я больше не буду это связано с последними событиями если вы помните кто-то может быть не знает ролик я выложу ссылочку сверху можете посмотреть я делился своим опытом и до последнего момента я был уверен и отставил бы эту позицию до конца то что яйца сосальщиков вымерзают при длительной заморозке поэтому я был абсолютно уверен продезинфицировать мотыль про выдержав его от грязи заморозил и он у меня два года был заморозки в вакууме и после этого все-таки у меня малек получил сосальщика и у меня больше сомнений нет что это именно от мотыля почему потому что был проведен колоссальный опрос профессионалов где патологов докторов людей с большим опытом которые однозначно заявили что после разморозки яйца оттаивают и рыба получает именно вот сосальщика я сразу вам скажу что после этого я продезинфицировал обработал всю рыбу на своей разводне потому как свой фарш который я ранее делал я добавлял и артемию маточную и этот мотыль прокручивал через мясорубку и добавлял но естественно у меня есть подозрение что где-то может быть и есть этот сосальщик и чтобы уже не обследовать всю рыбу я думаю что там скорее всего есть если уж в нерестовике с абсолютно чистом нерестовике я там немного покормил и через какой-то период времени появился сосальщик то в общих аквариумах тем более он есть потому как ну фаршем кормишь рыба получает все эти яйца и от мотыля от артемии в общем поэтому сейчас я уже трижды обработал всю разводню и я уверен нет не уверен честно говоря ну что сосальщика нет но с большой долей вероятности осталось только вот теперь мне дождаться 23 сутки и все-таки провести обработку более длительную последний раз это на тот случай если вдруг появился еще сосальщик который вылупляется с двадцать первых двадцать третьих суток поэтому тут уже точно я бабахну всех и все равно нельзя это мне так сказали я то уверен то что можно но конечно можно все истребить и не будет не сосальщиков никаких капиллярий кстати капиллярий тоже я обработал на всякий случай потом прокормил лечебным кормом с дикарисом и я думаю что в рыбе также не осталось ни капиллярий не сосальщиков в общем судить вам но сколько было покупателей ни один ни один не позвонил не сказал что у них там сосальщики там или еще что то все чисто все хорошо поэтому я желаю вам приятного просмотра и сильно не судите за качество я только учусь смотрим а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok